Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова возвращаемся на финансовые рынки и подводим итоги фундаментального характера прошлого дня. То есть снова пробегаемся по основным активам, которые мы используем в каждодневной спекулятивной деятельности. Впереди выходные, это не может не радовать. Хотелось бы, чтобы в этот раз на выходные мы ушли с более-менее предсказуемой динамикой по позициям черного золота. В частности, в прошлый раз нам это не удалось сделать. Надеюсь, что последний фундамент, который сложился на рынке, и уж тем более после того ралли, которое мы наблюдали в последние дни, все-таки сейчас медведи могут проявить свою активность и, соответственно, под конец, под завершение этой пятидневки притопить позиции бренда. Если это будет так, то, соответственно, и настроение будет, я надеюсь, более приподнятым. Ну а на следующей неделе снова спекуляции, снова обзоры финансовых рынков и снова актуальный новостной фонд. Хочу отметить то, что какое-то время я буду отсутствовать, но не стоит переживать, поскольку во время моего отсутствия меня подменит Александр Максимов, мой коллега, вы с ним уже знакомы. То есть он перенимает эту эстафету вашей тотального информирования, в частности, будет держать вас в курсе всего происходящего. Я думаю, что вы будете получать также полную и исчерпывающую информацию обо всем, что происходит на рынках. Правильный понедельник в связи с тем, что меня не будет, не состоится, но после моего возвращения, разумеется, сразу же все наверстаем. Это я вам гарантирую. Пробежимся по тем событиям, которые пока выпадут из внимания и подведем итоги тех торговых сессий, которые я пропущу. Сегодня я хочу снова сделать отдельный привет тем, кто находится в прямом эфире. Большое спасибо, что находите время подключаться к перископу в 9.30 по московскому времени и получать самую актуальную информацию. Те, кто, к сожалению, этого не может делать, запись традиционно доступна всегда на нашем официальном канале на YouTube. Так что заходите, знакомьтесь с видеоконтентом, подписывайтесь на наш канал. Ну и, конечно же, оставляйте лайки, поскольку они являются мотивирующим фактором для нас, чтобы продолжать активно прорабатывать направления, как видеоролики, посвященные различным тем. Ну а теперь давайте переходить к ситуации, которая складывается на рынке энергоресурсов. Вчера мы увидели, наконец-таки, коррекционную динамику. Закрытие дня 51.81. Сейчас актив торгуется также с понижением. И я думаю, что до конца сегодняшнего дня мы протащим этот недвежий порыв, который может снизить Brent даже ниже 51. В идеале бы прям суперцель это снова вернуться к поддержке 50 долларов за баррель. Потому что, если это произойдет, у нас появятся серьезные сигналы говорить о долгожданном развороте, который может стащить актив еще ниже, пусть и в перспективе более растянутого времени. Причина для снижения Brent в рамках вчерашней торговой сессии. Безусловно, это весь тот фундамент, на который я делал ставку днем ранее. Но самое главное, я считаю то, что сейчас на финансовых площадках присутствует понимание, может быть даже убежденность в том, что высокие цены на нефть могут стать причиной даже активизации производителей и, соответственно, производства. Здесь, безусловно, речь идет о сланцевой выработке нефти в Соединенных Штатах Америки. Тем более, что у нас на позапрошлой неделе было свидетельство того, что количество платформ выросло на 9 штук. Это при том, что цены на нефть были на уровнях ниже, чем текущие. Если эта преемственность сохранится, вероятность этого 99%. Учитывая более высокие цены на нефть сейчас, у нас есть сигнал того, что уже спустя какое-то время мы будем констатировать, разумеется, увеличение количества буровых платформ и рост производства нефти в рамках Соединенных Штатов Америки. Поэтому, если мы обратим внимание на тот прогноз по производству в США, который закладывался в качестве ожидания до конца 2016 года, это снижение до 8,6 миллионов баррелей в сутки. Я думаю, что если производство будет увеличиваться, то к концу 2016 года Соединенные Штаты Америки могут прибавить 100-150, может быть даже 200 тысяч баррелей в сутки по производству и выйти на прежние показатели 8,8-8,9. Поэтому ключевой фактор, который трейдеры использовали новостного фундаментального характера, чтобы объяснить то ралли, которое состоялось, якобы снижение объема производства нефти в Соединенных Штатах Америки, способствует восстановлению баланса между спросом и предложением. Этот фактор уже не такой и актуальный. И напротив, у нас риски того, что этот фактор поддержки станет еще одним, который будет усиливать давление на позиции нефти. Не забывайте также про рост объемов производства, как в Иране, в Ираке, в Саудовской Аравии. Мы следим за ситуацией в Нигерии, понимаем то, что когда-то эта ситуация должна разрешиться, и как только это случится и произойдет, мы увидим возвращение на рынок прежних объемов со стороны этого государства. Здесь потенциал развертывания производственных мощностей, он существенный, потому что текущий спад с 1,8 до 1, соответственно, на рынке может появиться дополнительно больше 500 тысяч баррелей в сутки по производству нефти. У нас впереди отчет Baker-Hudges, за ним следим, обращаем внимание, поскольку уверен, что буквально со следующей недели мы продолжим активно резонировать от этого новостного события. И если все будет так, как мы с вами предполагаем, то есть если количество платформ снова увеличится, тогда Brent'у реально придется отступить. Дополнительными факторами давления может выступить сильно американская валюта, которая вчера вроде бы как против иены немного оклемалась. Будем надеяться тоже, что этот восстановительный импульс сохранится. Тем более, что на следующей неделе у нас ФРС, итоги двухдневного заседания и изменение процентной ставки. Ну, ожидаемые изменения. Скорее всего, конечно же, никаких корректив не произойдет, ну и если только отталкиваться от вероятности и ожиданий рынка. Если вы помните, сейчас большинство трейдеров, экспертов рынка сводится о мнении, что процентная ставка может быть изменена, вероятность подобных корректив чуть больше 5%. То есть это очень незначительная цифра. Но все-таки вероятность сюрпризных решений сохраняется, я на это делал ставку. И если доллар получит поддержку, тогда товарному сырью придется отступать и цены будут корректироваться. Сегодня у нас еще и пятница. Традиционно делаю акцент на эффект пятницы, когда обычно после состоявшегося ралли мы наблюдаем логичный спад, поскольку трейдеры перед выходными фиксируют результаты сделок. То, что ралли состоялось на рынке нефти, совершенно очевидно. Поэтому закрытие ордеров, как таковое сегодня, может стать причиной дополнительного импульса для оснижения бренда. Теперь в качестве такого резюме, на фоне того, что я сказал, на фоне вот этих медвежьих ожиданий, причины, факторы потенциальной разгрузки, я думаю, что мы как раз планомерно смещаемся к поддержке 50 долларов за баррель. Российская валюта 64,41. Уверен то, что уже до конца сегодняшнего дня мы сможем оказаться выше 65 из ключевых новостных событий. Ну, во-первых, помимо того, что рубль продолжит копировать динамику нефти, у нас сегодня еще и ставка Центрального банка России в 13.30 по московскому времени. А снова много версий и мнений по поводу того, будет ли ее снижать, либо нет. В целом, сейчас ставка рефинансирования 11%. Мы каждый раз, когда возвращаемся к заседанию Центрального банка, отмечаем то, что в идеале бы, конечно же, снизить ее. Потому что 11% рефинансирования – это по-прежнему серьезно, более высокий, скажем, уровень обслуживания долга, который тормозит рынок рефинансирования и, возможно, не дает развиваться малому и среднему бизнесу. Ну, а в целом, точно такая же динамика и картина была и тогда, когда мы обсуждали прошлое заседание Центрального банка, понимали то, что и инфляция уже недостаточно высокая. И, можно даже сказать, низкая по сравнению с теми значениями, которые мы наблюдали годом ранее. Создает условия для того, чтобы Центральный банк снизил процентную ставку. Но монетарные власти понимают то, что вот этот позитив, который сложился на рынке с точки зрения снижения инфляции, с точки зрения укрепления рубля, он базируется на очень хрупком основании. И это хрупкое основание – как раз растущие котировки нефти, пусть и не совсем обоснованные. Но в то же время, если реализация сценария, который предполагает снижение бренда, все-таки окажется превалирующей на рынке, и мы увидим ту самую разгрузку, тогда все пойдет уже старым чередом, к сожалению, негативным для российской экономики, когда рубль девальвируется и через девальвацию подстегивает индекс потребительских цен. Этот риск сейчас сохраняется, особенно на фоне последних заявлений Силуанова о том, что вероятность снижения бренда сейчас очень высока. Я думаю, что в руководстве монетарном российской экономики есть позиции того, чтобы не торопиться по-прежнему и держать ставку на текущих уровнях. Потому что если в конечном счете спустя какое-то время бренд начнет быстро терять, рубль начнет быстро ослабеть и подстегивать сильную инфляцию, центральному банку снова придется задуматься и рассмотреть возможность даже повышения процентной ставки. Собственно, то же самое было почти два года назад. Соответственно, сейчас основные ожидания предполагают то, что волатильность может быть и значительная сегодня в динамике рубля, но прорывных решений, скорее всего, не последует. Ставку сохранят, значит, мы благополучно минуем заседание Центрального банка и снова начнем следить за поведением нефти, ожидая коррекцию и ожидая соответствующего роста пары USD-RAM. Наша ближайшая цель остается без изменений 68, пока эти планы мы не корректируем. Европейская валюта против доллара. Вчера мы видели то, что евро неплохо снижался, коррекционная динамика сохраняется сейчас. Факторы давления – это национальная статистика и комментарии драги. Что касается статистики, вчера вышел отчет по торговому балансу Германии, указавшему на то, что немецкая экономика по-прежнему испытывает серьезные проблемы в таком глобальном уже экономическом смысле, потому что пострадала одна из основополагающих статей для роста экономики. Это экспорт, который показал нулевой прирост. Импорт снизился на 0,2%. Действительно, экспортная статья Германии, как ведущего локомотива всего валютного блока, уже является причиной возможного пересмотра на негативную сторону темпов экономического роста валютного блока. И подобные ожидания, они абсолютно обоснованы. То, что торговый баланс никак не может выйти на прежнее значение, это еще одно подтверждение того, о чем мы неоднократно слышали даже от Драги, от Бундесбанка, что спад на развивающихся рынках болезненно сказывается на благосостоянии немецкой экономики и в целом еврозоны. Поэтому в отношении макроэкономических данных у нас остается негативный тренд. Мы не обращаем внимания на локальный позитив, потому что это, возможно, сезонная статистика. Хоть мы и находим причины, чтобы объяснить факт ее появления, но мы понимаем то, что для того, чтобы статистика действительно создавала какие-то хорошие условия для пересмотра отношения к будущему росту всей экономики ЕС, у нас должен быть тренд настоящий из этих отчетов. У нас должно быть несколько месяцев подряд, когда мы констатируем улучшение состояния какой-то отрасли. Но, к сожалению, такого тренда у нас сейчас нет, поэтому каждый раз, когда мы видим слабый отчет, особенно по потребительской активности, мы не забываем параллельно обратить внимание и на возможность решения этой проблемы. А возможность решения этой проблемы – это дополнительные меры экономического стимулирования. В частности, вчера в ходе выступления Драги мы увидели основное давление, которое было оказано на евро. Драги отметил то, что на текущий момент необходимо ключевым образом направить все усилия для того, чтобы обеспечить возвращение к прошлым показателям эффективности производства, потому что промедление на текущем этапе может стать причиной застоявшейся стагнации, выбраться из которой будет очень трудно. Мне кажется, что это был камень об огород японской экономики, которые когда-то предпочли избегать меры экономической поддержки и тем самым вот уже несколько десятков лет не могут выйти на стабильные показатели экономического роста и решить проблему с низкой потребительской активностью. Драги также отметил, что монетарные власти должны предпринять все возможные усилия, пусть и масштабного характера, для того, чтобы вернуть показатель потребительских цен, уровень инфляции, к целевому значению в 2%. Я думаю, что это также прямой подтекст, который позволяет нам сделать выводы о том, что ЕЦБ по-прежнему рассматривает возможность дополнительной поддержки для национальной экономики. Но мы это делаем тоже так же. Поскольку вчера мы не оказались выше уровня 1.14, то есть не смогли закрепиться там, сейчас уже длинные идеи не актуальны, и я не без удовольствия снова отмечаю верность нашего прежнего кредиционного посыла, потому что евро снижается, и если уж все сложится так, как нам бы хотелось в следующую среду, когда доллар, по идее, может получить поддержку, европейская валюта все-таки сможет добраться до поддержки 1.10. Доллар японская иена. Мы видели, что большую часть торговой сессии Американин вчера находился под давлением, иена укреплялась. Причины прежние. Это приближающийся Брекзит, неопределенность в связи с этим, это слабая статистика по американской экономике, рынку труда, конечно же, прежде всего, активности в сфере услуг, которые снижают вероятность повышения процентной ставки. Это еще и соответствующий фон со стороны Японии, когда до этого мы получили хороший отчет по темпам экономического восстановления. И в целом это еще и плохие данные со стороны экономики Поднебесной. Вчера вышел отчет по индексу потребительских цен, где инфляция снова снизилась. Возникают риски возможного вмешательства в ситуацию со стороны Народного банка Китая. То есть это еще один признак и первый источник потенциальной неопределенности, что также было конвертировано в повышенный спрос на защитные активы. Также, если говорить про доллар, нужно обязательно касаться темы, которая складывается и ситуации, которая складывается в отношении доходности американских бумаг. В частности, даже несмотря на серьезный полученный спрос на эти бумаги, мы видим, как стоимость их увеличивается, доходность снижается. Но все равно доходность, которая остается по десятилеткам выше полутора процентов, она привлекательна по сравнению с аналогичными бумагами прочих развитых рынков. Но вот часто мы проводим параллель и правильную параллель с другим мощным защитным активом, как немецкие облигации. Но вы помните, я вчера сделал акцент на то, что они торгуются сейчас на практически нулевой отметке и, безусловно, не пользуются спросом, ну, спекулятивного характера. В целом, это будет и дальше способствовать притоку капитала в американские бумаги. И я надеюсь, то, что по мере приближения Брекзита у нас две недели, по сути, остается. Все-таки вот этот перевес и баланс интереса к облигациям в сторону Америки должен проявить себя в плане роста американца и подстегнуть, соответственно, аккредитировки повыше по паре доллара японская, нежели те, на которые мы смотрим сейчас. Вчера еще вышел отчет по заявкам на пособие по безработице 264 тысячи с 268, то есть минус 4 тысячи, позитив, положительный тренд на рынке труда сохраняется, восстановление совершенно очевидное, 66-я неделя подряд ниже 300 тысяч и самый затяжной восстановительный тренд с 1973 года. Ну, может быть, для скептиков это еще один сигнал задуматься о том, что американская экономика и, прежде всего, ФРС, ну, действительно сохраняет вероятность и возможность взять и удивить все площадки решением по нормализации денежной кредитной политики в следующую осреду. Фунт вчера корректировался, и мы наблюдали давление на британца, даже несмотря на выход очередного хорошего отсчета, в частности, по торговому балансу. Дефицит снизился с 3,5 триллионов до 3,3 триллиона. Произошло это за счет активизации экспорта нефти и автомобилей. Что касается процентного эквивалента прироста, то он составил 5,5 процентов, то есть вырос до 50 миллиардов. Это самый лучший показатель с 2010 года. И, по идее, если бы у нас не было на повестке Брекзита, то, наверное, мы бы стали использовать этот отчет как вкупе с теми индикаторами, которые вышли несколькими днями ранее, как возможность как раз пересмотреть свое отношение к перспективам фунта. Но то, что рынок не отреагировал на эту статистику, явно указывает на то, что трейдеры понимают, чем чревато сейчас неоправданное и необоснованное занятие длинных сделок, потому что до сих пор вероятность выхода Англии из состава ЕС сохраняется. И, судя по результатам общественного опроса, она точно такая же, как и шанс увидеть сохранение ее членства в рамках ЕС. То есть риски присутствуют, и трейдеры просто не торопятся сейчас занятием сделок. А если открывают позиции, то больше, конечно же, с ожиданием снижения. На что, собственно, делаем ставку и мы, поскольку наша цель 1.42, она остается неизменной. Сейчас фунт торгуется на отметке 1.4459. А учитывая то, что за день фунт легко может преодолеть расстояние даже в 200-250 пунктов, я думаю, что мы сможем добраться до нашей цели уже на следующей неделе. Из других валютных активов отметить хотел новозеландский доллар, который вчера активно вырос. Вы помните, это произошло по факту решения Резервного банка Новой Зеландии не изменять процентную ставку, а ставить ее на прежнем уровне 2.25. Но последующие комментарии Уиллера все-таки пролили свет на то, что ставка может быть снижена уже по итогам заседания в августе. В частности, в этот же период на подобное решение может пойти Резервный банк Австралии. Я думаю, что до августа мы с вами еще дополнительно посадим за статистикой, за уровень инфляционного давления, за ситуации в Китае, которые напрямую влияют на динамику австралийца и новозеландца. И сможем выйти к какому-то полярному решению, которое будет позволять нам правильно торговать именно по новозеландской валюте и австралийской. Но я думаю, что наши ожидания по поводу снижения ставки останутся неизменными. И мы будем делать по-прежнему такой коррекционный настрой в отношении перспективов новозеландской валюты. Хорошо, что новозеландец уже снижается сейчас. Актуальные котировки 1.7102, наша цель 0.65. Точно такой же цели придерживается и BNP Paribas. Собственно, на этом все. Из важных отчетов сегодняшнего дня, напоминаю, в 11.30 состоится публикация прогноза по инфляции в Англии. Ну, интересный отчет, но я думаю, что так же, как и по аналогии с прошлыми отчетами, трейдеры примут к сведению, но не станут особенно резонировать в динамике фунта, поскольку событие номер один – это заседание, которое состоится 23 июня, то есть народная воля заявления по поводу членства Англии в составе ЕС. В 13.30 по московскому времени ставка Центрального банка России. Здесь следим за динамикой рубля. Ну и в целом настраиваемся на то, что до конца сегодняшней торговой сессии USDRAP уйдет выше 65. И в 15.30 это данные по рынку труда Канады, о чем, собственно, поговорит с вами уже Александр Максимов на следующей неделе и подведет итоги этого макроэкономического события. Я настраиваю вас на слабый отчет, который также будет сигнализировать о возможности снижения процентной ставки, хотя быстрее на Канадса, конечно же, повлияет потенциальное снижение нефти, поэтому цель по паре USDCAD остается снова тестирование сопротивления 1.30 с последующим уходом выше 1.32. Кодовое слово на сегодня – инфляция. Величина бонуса 16%. Действует он до следующего брифинга, который состоится в понедельник. На этом все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии, хороших выходных. Ну, а следующая неделя вас ожидают брифинги с Александром Максимовым, с которым вы уже знакомы по его прошлым эфирам, когда он подменял меня в последний раз. Хороших выходных, хорошего дня, попутного тренда. До скорого. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok